Мужской понедельник Мужской понедельник В квартирах холодно Жильцы просто вынуждены решать свои проблемы самостоятельно Ставят к себе отопительные приборы Индивидуальные типовые пункты Начиная от старинных буржуек И кончая такими современными вполне обогревателями Для ресурсников, видимо, эта позиция непонятна Они продолжают начислять В общем-то, приличные суммы Они считают так, что раз к вашему дому Труба подведена, значит платите Эти и другие проблемы мы с Сергеем Николаевичем Обсудим во втором часе Ну а гость нашего первого часа Александр Яговкин Региональный представитель отряда Лиза Алерт Александр, добрый день Рада приветствовать вас Напомним нашим слушателям, что Мы регулярно Осведомляемся о работе нашего Поискового отряда Лиза Алерт И мы последний раз с Александрой и с ее коллегой Встречались в конце мая этого года Когда только поисковый сезон Можно так бы сказать начинался Такой термин интересный, поисковый сезон Ну не секрет, что лето Немножко грустный, скажем так Мы называем лесной сезон Лесной сезон Лето в наших краях Как раз таки это время года Когда идут люди за грибами, за ягодами И по каким-либо причинам теряются Лиза Алерт Это те люди, которые занимаются поисками пропавших людей Ну совместно, конечно, с полицией происходит, напомним С МЧС и так далее Мы хотим презентовать вашему вниманию опрос Поучаствовать можно на сайте кирова.ру Либо на нашей странице ВКонтакте Вполне понятный, простой вопрос задаем Вопрос очень простой Оказать помощь людям, которые находятся в опасности Вот вы, наши слушатели, сможете Это первый вариант ответа Я смогу помочь Второй вариант Не смогу Ну третий Ни то, ни сё, не уверен, не знаю Вот Как там у нас Знания в этом плане людей На сайте кирова.ру Лидирует вариант ответа Не уверен Не уверена 53 почти процента Ну, видимо, не попадали никогда В такую ситуацию Возможно, и слава богу Ну, конечно, это хорошо Но с другой стороны Уверенность-то должна быть Да, вот Какое-то знание о том, что делать А на странице нашей ВКонтакте Пополам Распределились У нас количество голосов Пополам 42 процента За вариант Смогу голосует Молодцы И 42 процента Не уверены в этом Ну, таких, что совсем-то уж Не могут Нет почти Ну, 16 процентов Получается Отвечают Ну, смотрите, Александр Раньше Пока была вот такая СССР Время стройная система Гражданской обороны Да На всех предприятиях Во всех организациях Регулярно проходили Лекции Рассказы Практические занятия Вот вы там О чём это сейчас Он хочет спросить Нашли В КСУ Человека заблудившегося Да Какие ваши действия Если он там зимой Отморожен Или летом Там, скажем Травмирован Или что-то Если такое было Это было хорошо Это было так На самом деле Я помню даже Некоторые вещи Там наизусть Как это менялось Вплоть до анекдотов Когда у нас Началась известная Борьба Горбачёвская С этим самым Зелёным змеем Там изменения Внесли в учебник Раньше было такое Что если человек Замёрз То налейте ему Из фляжки Пусть немножко Изнутри согреется Но это скорее С медицинской точки зрения Правильно Не то, что борьба С зелёным змеем А потом дело в том Что когда появился Новый уже Горбачёвский учебник Там было написано Налейте ему горячего кофе Вот это конечно У всех Жуткий хохот вызывало Потому что В зимнем лесу С горячим кофе Так случайно оказался Встретил Оборозанного человека С фляжкой Там понятно чаще Сейчас ведь этого нет Поэтому возможно Такие варианты ответа Что не уверен Это очень печально Что сейчас такого нет Мы предпринимаем Вот всё Что в наших силах Чтобы вернуть Это обратно Хотя бы в школы Уж не на заводы Может быть Но в школы По крайней мере в школы Вот как раз Мы сейчас анонсируем То обучение Которое организует Лиза Алерт В нашем городе Первое занятие Обращаю ваше внимание На группу ВКонтакте В первую очередь Да Лиза Алерт Это как раз для детей Лиза Алерт Как раз для детей Я смотрю не только для детей Но и для взрослых Смотрите 22 октября Лиза Алерт Приглашает на занятие Будет проведен квест Под названием Я в городе Инструктор Лиза Алерт Расскажет о том Какие опасности ждут на улице И дома Как правильно себя вести Чтобы их избежать Давайте сразу анонсируем Куда можно будет прийти Дом культуры Авангард Дворец молодежи Дворец молодежи Областная областная Армейская 19 Совершенно верно Дело в том Что у нас там 8 занятий По часу И на каждой из них Уже записалась полная группа К сожалению Сейчас вот на данный момент Запись закрыта И другого дня Вы пока еще не предусмотрели Следующее занятие Если все хорошо сложится Оно будет в декабре Потом в январе В апреле Наверное даже два занятия будут Но потом снова у нас Лесной сезон начинается Ну что-то можно сказать Следите за рекламой У нас очень часто Дело в том Что когда мы только начинали Это делать Я ходила по школам Рассказывала детям Но сейчас это физически невозможно Потому что запросов Очень много А нас очень мало Ну и мы Не можем в рабочее время Прийти Когда вот удобно Например К какому-то классу А сколько вас Давайте Займем конкретное число Активистов Ну и не просто Сколько вас Сколько тех Кто может прийти в школу И конкретно Два человека Два человека То есть вы И коллега На 600 школ В Кировской области Вот так вот К сожалению Вот статистика такова У нас есть Желающие Которые хотят обучиться Но все упирается Тоже в вопрос времени Если даже он обучился То он днем Не может себе позволить Отпроситься с работы И прийти Скажем на классный час К ребятам Поэтому мы решили Что такой формат Он будет более Эффективным Наверное Больше людей Сможет прийти Больше детей И в данном случае Мы хотим Параллельно с детьми Которым будут проводить Вот это занятие Мы хотим поговорить Со взрослыми Чтобы они понимали О чем сейчас Беседуют с их детьми Чтобы не было такое Что мы говорим одно А взрослые придут домой И им говорили другое Так давайте Обо всем по порядку поговорим Давайте сначала О детишках Что же за квест такой Я в городе В чем его суть Мне еще очень понравилось Если дом Дом Это что может случиться По большому счету А если ребенок один дома И какая-то внештатная ситуация Случилась Вот у меня сейчас Ребенок один дома Я уже боюсь теперь Кто-то звонит в дверь Например Что сделает ваш ребенок А если в дверь не звонят Допустим Пытаются открыть И явно кто-то чужой То есть что делать ребенку Это тоже ситуация Достаточно серьезная И дай бог Никогда с ней не столкнуться Но я еще раз говорю Что мы за то Чтобы эти правила Были не только в школе В детском саду Чтобы у ребенка Они прямо в голове были Вот как правила дорожного движения Потому что если Я оставляю ребенка дома Спросите у ребенка Что он сделает Если услышит Например Кто-то открывает дверь Перед тем Как спросить Наверное Рассказать ему надо бы Потом уже спрашивать Давайте расскажем Что делать в этой ситуации Ребенок должен знать В какие службы позвонить То есть 0,2 Они не должны бояться этого 112 у нас сейчас работают 112 общего телефона есть Да Можно позвонить родителям Но кому в первую очередь Все-таки рекомендуете звонить Родителям Если ребенок понимает Что в квартиру Ломится Если например Просто кто-то звонит То понятно Он просто не откроет Или подойдет Скажет Никого дома нет Там папы дома нет Мамы дома нет Если кто-то уже пытается Открыть безусловно То есть оперативно звонить Если родители По какой-то причине Не могут ответить В данный момент То он должен не стесняться Звонить в службу 112-02 Ну если еще Близкие родственники Есть бабушки Дедушки Возможно Дяди-тети Ну я думаю Что в такой экстренной ситуации Все-таки время терять На дополнительные телефоны Если ломятся в квартиру Мне кажется На 112 звонить Сразу ситуацию объяснять Потому что это что-то Криминальное По-любому Службы Они обучены говорить И с детьми В том числе И в разных ситуациях То есть они серьезно Отнесутся Детскому звонку То есть не скажут Что там мальчик Не балуйся Давай клади трубку И все А в каком возрасте На каком этапе Уже стоит Заводить такие разговоры Со своим ребенком Это нужно с самого начала Как только ребенок У вас начал понимать Что вы вообще говорите Что могут быть чужие Нехорошие люди Да У нас видите Очень проблема в том Что дети Очень будут вежливыми Со взрослыми Там отвечать на вопросы А с одной стороны Мама говорит ребенку Не разговаривай со взрослыми С другой стороны Она едет с ним в автобусе Какая-нибудь там бабушка Женщина Говорит Уйди какой хорошенький Как его зовут Ответь тетя Как тебя зовут То есть мы сами Себя противоречим У детей Складывается такое Непонимание ситуации Не очень четко Да И нужно учить ребенка тому Что все Кто не относится К кругу твоей семьи Это незнакомые люди А с незнакомцами Мы не имеем никакого дела Не то что они плохие Или мы не оцениваем Они незнакомые Поэтому мы к ним Не подходим Не разговариваем Не помогаем Не отвечаем Мы вообще стараемся Как бы избежать контактов Даже если это человек Который Ну живет в твоем подъезде Даже если это человек Который там знаком У твоих родителей Например Мы не знаем Он не наша семья Мы не можем за него отвечать И его жизнь нам Неизвестно И поэтому Это будет правильно А более сложный Тогда вопрос Хочу задать Александру Привязать его К нашему опросу По поводу Оказания помощи Людям Как ребенку Объяснить Как понять Что кому-то помощь нужна Если ребенок видит Что нужна помощь Он должен позвать взрослых Это нормально Он должен понимать Что ему есть куда обратиться И это будет хорошо Это будет правильно И поэтому на любую просьбу Помоги мне пожалуйста Дай руку Проводи Или еще что Или просто если сам видит Что человеку например плохо Он должен реагировать Так сейчас я позву взрослых И вам помогут Это самое грамотное Мы когда видим человека Пострадавшего Там травма какая-то Да авария случилась Мы же тоже Мы звоним в скорую помощь Здесь то же самое То есть вот это Самое правильное действие Какие еще сценарии Какие еще ситуации будут Прорабатываться Прямо так вам все рассказать Не то чтобы все Но хотя бы понять в принципе Значит будет ситуация Что делать Если ты возвращаешься один Домой И И школы И секции И занятия Никого нету То есть потенциально опасная ситуация Когда ребенок один на улице Неважно по какой причине Он должен знать Что такое виртуальное сопровождение То есть звонит по телефону И рассказывает родителям Где он находится Что вокруг него происходит Какие места он в данный момент проходит То есть это очень хорошо работает Во-первых родители знают Если что куда бежать И что могло случиться Если ребенок говорит Вот подъехала какая-то машина Из нее там вышел Дяденька такой Это уже может быть Второе Если все-таки человек С нехорошими так скажем Намерениями Но он вряд ли Рискнет вот так вот Подойти в открытую Когда его тут описывают В общем-то Уже готов Александр Тут опять другой вариант Насколько я знаю Детям говорят Если идет по этому району Мобильный телефон Не доставай от него Я такого не знаю Но тут надо выбирать Ну есть такие у нас районы Где как бы часто Они исчезают Видите Дело в том Что если вы идете По телефону Рассказываете обо всем В том числе Что ой Сейчас у меня телефон Вот этот Отбирать Такие ситуации происходят Потому что люди Остаются безнаказанными А если они будут понимать Изначально Что безнаказанности не будет И про них уже что-то известно То как бы гораздо более Правильно в такой ситуации Наоборот его достать И четко ясно Вот ко мне подходит Сейчас парень И он хочет у меня Этот телефон Честно сказать Я сама пользуюсь Таким способом Если мне приходится Поздно возвращаться Вся прелесть в том Что телефон Может ведь даже и не работать Никто ведь не знает Разговаривая Создать видимость Да конечно Это своего рода Такое нападение Психологический прием Как бы да Ты делаешь такое защитное Ведь видят люди Что ты как бы не один А как бы проверить Злоумышленники зачастую Ведь предпочитают Тишину Я достаю телефон И делаю вид Что разговариваю Ну иногда разговариваю Иногда И не всегда Но тем не менее Это на самом деле работает Потом ситуация Если вы потерялись В поездке где-то Давайте об этом После небольшой паузы Александр Яговкин Региональный представитель Отряда Лиза Алерт У нас в студии Мы продолжим через полминуты 22 октября В ДК Вангард В областном дворце молодежи Состоится Школа Лиза Алерт Квест Я в городе Будет с детишками проведен Вот как вот Александр Рассказал Уже это число Все занято 8 групп уже набраны 8 занятий ближайших Как я понял То есть там уже Там с 10 до 2 То есть каждые полчаса Запускается группа И у него в течение часа Проходят вот эти занятия Он разделен на несколько этапов И дети просто следуют по этапам Ну так или иначе Вы будете еще и еще проводить И еще раз призываем Следить за анонсом Данных мероприятий В интернете У нас сейчас проблема Не только в людях Но и в помещении То есть в данном случае Нам авангар Дворец молодежи Очень идет навстречу И предоставляет помещение На безвозмездной основе Мне кажется Для такого рода мероприятий Должно как-то вот Найти это помещение По-любому нет? Ну вот оно Оно нашлось пока что Я надеюсь Что и в будущем Нам его будут предоставлять Хорошо Мы там на транспорте остановились Да-да-да Ребенок заблудился в транспорте Не в транспорте В поездке В поездке То есть он например Вышел на перроне Во время остановки Поезд уехал Или наоборот Там опоздал Или В другой вагон Поезд уехал Даже я пожалуй Растерил Перрон электричка Это наверное Какой-то слишком Чересчур за рамки выходящий Ну к примеру Да Он поехал Сел допустим На автобус Не на тот Или проехал Свою остановку Например И прочее Что он в этой ситуации Должен сделать У нас У нашего волонтера Например Случалась такая ситуация Это когда дочка В любой магазин Попросить позвонить Либо обратиться К женщине с ребенком Например Что можете ли вы Позвонить моим родителям Вот рассказать Так и так То есть родители Должны быть осведомлены Где их ребенок Иначе это Сложно Ребенок сел в автобус Да Вот он вдруг понимает Через какое-то время Что едет не туда Он обращается к кондуктору Он обращается к кондуктору К водителю Да О том что Я проехал Вот я потерялся Сплодился Пожалуйста Можете ли позвонить Моим родителям Во-первых Его надо будет высадить Во-вторых Подсказать Как дальше действовать Нет Его нельзя Высаживать Все Теперь будут так Возить его Ну Я думаю Если надо Мы с кондукторами Проведем отдельную беседу Чтобы такого не было Мне кажется Более логично Ты сейчас выйдешь Сделаешь что-то И поедешь туда Куда тебе нужно Мы не можем гарантировать Что с ребенком Ничего не случится Когда мы его высадим Во-первых А во-вторых Что он сориентирует И запомнит наши действия И доедет все-таки Это бывает сложно Первый-второй класс Для детей Это сложно бывает Понять Все эти пересадки Переходы Писали Писали об этом Не только по нашему городу По многим другим Российским городам Где якобы фиксировались Случа Кондуктор высаживается За неоплаченный проезд Вроде бы Инструктаж проведен с кондукторами О том что нужно помогать Если сообщить родителям Надо позвонить И вести себя максимально вежливо Вроде было такое Ну было да У нас такой случай Был такой Вполне резонансный Ну вот какое-то время назад Это было После этого Я не слышала Я тоже с сих пор Не слышал таких историй Хорошо Какие еще ситуации Давайте пройдемся Чтобы знать А чтобы знать Вы знаете Я вот как Я чажу себе Мотаю на уст Потому что Интересно Вещи Я предлагаю Просто встретиться Тогда совсем конкретно Прямо по правилам Для детей Передачу для детей В детскую открывашку Займите С удовольствием С удовольствием Конечно же Кстати у вас там Разные группы Разного возраста Ребята от 7 до 9 лет Я смотрю А от 10 до 13 Почему именно Такое разделение Ну это такое условное Разделение Просто инструктору удобнее На каком языке С детьми общаться Более просто Или можно уже Какие-то там Использовать понятия С подростками уже Некий другой формат Ну да конечно Но они взрослее Мне кажется Они лучше понимают Больше понимают Больше уже сталкивались С ситуациями С какими-то самыми Да-да-да Они может быть Что-то уже видели Что-то знают Сами в какие-то ситуации Подобные попадали Они уже более серьезно Относятся С малышами Это все-таки Больше игровая форма То есть подростками Уже можно поговорить По поводу того Что еще можно добавить Родителям могу посоветовать Всевозможные средства Вот как вы говорили Ну не слежение за ребенком Да Слеживание его маршрута Современные технологии Да-да-да Современные технологии Можно поставить программу На телефон Сейчас у любого оператора Есть такая услуга Можно подключить И будешь видеть Знать где твой ребенок Где находится сейчас ребенок Да Совершенно верно Даже если телефон у него выключен Будешь видеть Где он в последний момент Когда телефон работал Находился Это уже хорошо Есть специальные Часы Которые даже Вплоть до того Что ты можешь Включить микрофон И прослушивать Что творится Вокруг ребенка То есть вариантов Сейчас масса GPS трекеры Которые можно И на детей И на бабушек Дедушек Например Навешивать Ну что старшим Млад категория В этом плане опасная Я думаю Что это обязательно нужно Еще очень хочется Родителям посоветовать Чтобы они интересовались Скажем так Личной жизнью ребенка Чтобы они знали С кем он гуляет Где он гуляет Потому что зачастую Когда мы разговариваем С родителями Они не в курсе С кем ребенок дружит Где живут эти друзья То есть абсолютно Не представляют Куда он может пойти Если он пропал Это конечно удивляет Как бы Мне кажется На самом деле Мобильные телефоны Его даже может быть Не друзей А родителей Его друзей Как бы иметь Надо просто всегда Что позвонить Узнать Если и его нет И его нет То можно выяснить Куда они могли В подъем пойти И так далее Список контактов Такой должен быть Сейчас очень Знаете Об этом Простите Вы и будете Родителям Рассказывать А как это будет Проходить Пришли дети На занятия И отдельно родители Тут Или это родители Этих детей Родители Этих детей Да Конечно Не просто так Пришли вместе С детьми С ребятами И разошлись По разным Допустим Я говорю ребенку О том Что Мы рассказываем На занятии О том Что если ты Заходишь в подъезд И там Кто-то до тебя доходит Нельзя же заходить С незнакомцами В лифт И так далее То тоже самое Телефонное сопровождение Достаешь телефон Звонишь И вот пока Не доберешься До пятого На каком-то этаже Ты разговариваешь С родителями Я например С ребенком Так поступаю Она постоянно Мне звонит И после этого Когда дети Начинают звонить Родителям Говорят Мама Я сейчас Захожу в подъезд Поднимаюсь На первый этаж У мамы Может быть Недоумение Что ты мне звонишь Ты каждый раз То есть Надо родителям Объяснить Для чего это делается И дать им Понять Что это важно Не нужно прерывать Ребенка Нужно всячески поощрить Ну Технологии Для взрослых Тоже собственно Применимы Ну Собственно Да Правда Я с трудом себе представляю Что я буду звонить И говорить Что я поднимаюсь В лифте Сейчас Ну может быть Вам не страшно Я не знаю Мне вот бывает страшно Но тем не менее Вы же Домой наверняка Звоните Предупреждаете Я сегодня задержусь Это тоже нормально Это должно быть Ребенок должен видеть Что это не следит Ребенок тоже всегда звонит И говорит Если он задерживается Или наоборот Если что-то там Экстраординарное Вот как сегодня у меня произошло Там он позвонил В школе отопление Выключили Вот Поэтому как бы у нас Вместо шести уроков Два То есть А если бы не позвонил Ребенок То вы бы и не знали Он бы четыре часа Неизвестно Я когда-то знал Одного дедушку Царствие ему небесное И вот точно знаю Что когда ему было Страшно Он шел и песни пел Вот шел Тогда не было В обеде Шел и пел Но это было давно Ну это психологическое Идет где-нибудь Домой возвращается В потемках То есть имеется ввиду Что на неадекватного человека Меньше шансов Возможно Возможно Ты правильно заметил Люди, которые имеют Какие-то плохие умыслы Они тишину больше любят Шум они не любят привлекать А еще если вернуться к детям Мы их учим кричать Потому что ребенку же всегда Сиди молчи Вот это как бы Первое, чему ему учат После того, как научили Ходить и говорить И мы с детьми Тренируемся Прямо Как надо кричать Что нужно кричать Если вдруг тебя там Пытаются увести насильно Если тебя пытаются Там пригородить дорогу И так далее И дети некоторые Некоторые на самом деле Цепенеют от страха Они стесняются Они не понимают И бывает так Что мы Ну вот я рассказываю А потом говорю Ну вот смотри Давай отрепетируем Вот я тебя схватила И повела И говорю кричи Вроде бы игровая ситуация Все, ребенок зажимается Огромные глаза Слезы И он не может Прямо себя пересилить Это неправильно Психологический Зажим такой Да То есть там еще Как бы у вас Такой громкий тренинг Будет проходить Будет обязательно Это вообще Наверное шумное Будет довольно мероприятие Ничего страшного А не сбегутся все Когда все Помогите кричать начнут Нет Помогите кричим Нужно кричать Да Нужно кричать Не трогайте меня Я вас не знаю Я с вами не пойду Ну давайте еще На родителях все-таки Сосредоточимся Какие-то конкретные Советы дадим Потому что Аудитория у нас взрослая Все-таки В нашей радиостанции На что бы вы еще Александра Обратили внимание Как не надо делать Поступать Как не надо Какие еще моменты Вот такие Про незнакомцев Уже поговорили Не нужно ругать детей Если они Если они Скажем так Задержались где-то Да Если они там Ушли к друзьям И вернуть Им нужно доносить Эту мысль Что это опасно Это неправильно Но не ругать Потому что иначе Они в следующий раз Могут вообще испугаться И бояться Прийти домой Вообще Даже там Через 2-3 часа Некая психологическая Уже травма Ужиба Начинаешь надувать Говорить Что я вообще Там где-то в другом месте По делам И так далее То есть вот этот вопрос Он должен быть Обязательно проработан И как бы вам ни было страшно Как бы вам ни было За него там Тревожно Тем не менее Нужно говорить И говорить много Объяснять Почему Вы так переживаете Показывать своим примером Что вот так делать правильно Если ты задерживаешься Говори обязательно Даже если ты уже Задержался сильно Но ты позвони Скажи Потому что Иначе Может пострадать Не только Твои родители Скажем На детях На взрослых Как мы все сосредоточились Пожилые люди Тоже Это определенный контингент Тоже будете В ходе этих занятий Затрагивать В ходе этих Нет Это школа Лиза Алерт Это детское В общем-то Занятие На детское В первую очередь Да Это тоже отдельная Конечно большая тема С пожилыми людьми Видите Случаются в основном Неприятные ситуации Те которые Дезалентированы То есть у них Потеря памяти Деменция старческая Что-то еще И тут надо говорить Не с ними Надо говорить С их родственниками И ни в коем случае Нельзя оставлять Жить одного человека У которого Начались проблемы С памятью Даже если они Только еще начались Ну к сожалению Вот на данный момент С этим чего нельзя сделать Это будет прогрессировать В один прекрасный момент Вы просто обнаружите Что человек ушел Вы не знаете Когда и куда Есть вариант Для пожилых людей Как раз GPS трекер Они недорого стоят Там сейчас можно Разные варианты купить Просто будете Видеть где находится Но тут опасность в том Что Как заставить человека Носить постоянно Он тоже может забыть Пасту взять Он большой какой-то Нет Как брелочек Как брелочек Может быть на ключи Например Ну они все же время В одном и том же ходят По-разному бывают Но желательно Конечно Человека одного Не оставлять Если вы Знаете Что ваши там Мамы, папы, бабушки Дедушки Любят ходить в лес Ну сходите с ними Не надо их Отпускать Потому что Стучиться может Всякое разное И потом вы его Даже не найдете Никогда Это все-таки Не город И в городе такое бывает А тут тем более А городские же ездят За грибами Это черти куда Причем Довольно-таки далеко А как Вот тоже Говорите Не отпускайте Одного Если люди Работают Неделю А пенсионеры Они люди Свободные Они в воскресенье За грибами Не поедут Ну или по крайней мере Позаботьтесь Чтобы у вашего Пожалого родственника Был заряжен телефон Если он поехал Был запас Каких-то лекарств Медикаментов Запас воды Был с собой Проблемы со здоровьем Спросить Предупредить Ты с собой берешь Вообще И куда ты едешь У нас был Например Коиск этим летом Женщина тоже Дезориентированная И вроде как бы Ну не настолько Чтобы уж Ее совсем Одну не оставлять Как-то В автобусах Ориентировалась Просто Ближайшие события Забывала И в один из дней Она решила поехать В сад Причем в черте города Даже И не вернулась И мы ее искали Четыре дня Она была на телефоне Она была на связи Но она не могла Сказать где находится Не могла объяснить Просто А в итоге Где она оказалась В итоге Она оказалась Очень далеко от Кирова Эта история Которая звучала У нас в эфире По-моему Она просто Перепутала направление Насколько я помню Нет Другая А другая Хорошо А вот Это То что Чему вы будете учить То что будете рассказывать Александра Это какая-то авторская методика Да конечно Это полностью Сами разрабатывали Все это Полностью наши наработки Сейчас Не просто в Кирове То есть Это постепенно собиралось Со всех регионов Каждый регион Он делал что-то Что в его силах Что он мог Что понимал Как правильно И сейчас Наконец-то Где-то полгода Уже назад Все регионы Объединились В одну группу И разрабатывают Общие методики Чтобы можно было Я говорила в прошлом году Что мы хотели успеть К учебному году И по области Запустить Вот эту школьную программу Внеурочной деятельности К сожалению Не успели Сил у нас Не хватило и времени Но теперь Все регионы Объединились Я надеюсь Что мы все-таки Эту работу закончим И раз в 4 месяца Проводится Всероссийский День безопасности Лиза-Алерт Для детей И во многих регионах Проводятся эти школы Лиза-Алерт И там Что ценно В начале лета Было 26 августа 26 августа Да Теперь получается В декабре будет Раз в 4 месяца Три раза в год Получается Да Три раза в год Это вот День безопасности Там различные мероприятия проводятся А школа проводится Ну когда Кто может По времени И ценно то Что Материал Который дается В этой школе Он в общем-то Единый по всей России И нету такого Что в одном регионе Одно скажет Другому Другой И так далее То есть Вот это Единое образовательное пространство Как называется Оно здесь Как раз есть А этой школы Этих занятий Достаточно Для того Чтобы получить Какой-то определенный Багаж знаний Либо это еще И своего рода Некая отправная точка Для более подробного Изучения Те Те Кто у нас Приезжает На детские учения Дети Поисковиков Они в общем-то Уже знают Эти правила И много Из них Уже применяют Но они их слышат Там в течение Двух лет Трех лет Например Конечно Разовые занятия Они такого не дают Но по крайней мере Они может быть Заставят задуматься Они заставят задуматься Родителей То есть То что родители Хотят привезти детей Это уже хорошо И то что у них Есть такая возможность Я думаю Что это правильно Недавно буквально Я увидела Одну организацию Коммерческую организацию Которая Честно говоря Поразила меня Своим подходом Они проводят Занятия по безопасности Детей На платной основе То есть Я считаю Для меня Это как для родителей Именно Не как для волонтера Как для родителя Это очень Некрасивая ситуация То есть Если у человека Есть возможность Заплатить за занятия Его дети будут В большей безопасности А если нет В меньшей Это должно Быть доступно Всем знания Абсолютно Это моя точка зрения Потому что На кону Жизнь Да В конце концов Так давайте Сейчас у нас будет Небольшая реклама Александра Юговкина Региональный представитель Отряда Лиза Алерт В нашей студии Мы продолжим Нашу беседу Через минуту Еще раз повторим О том что Даты проведения Школы Лиза Алерт Вы можете искать И легко обнаружить Их в интернете На данный момент На 22 октября Уже все места заняты Но вы следите И Александр Вот Евговкин Нам обещает Что возможность Попасть будет Кстати В декабре Будут занятия За какое время Амонсируете Начинаете Ну неделю за две Обычно И сразу же Группа заполнилась Моментально У нас буквально За час заполнилась Вдем Ну возможно Если мы найдем Еще добровольцев Еще воспитаем инструкторов И найдем помещение Возможно мы будем проводить Сразу в двух местах Например В школах Поясним Таких занятий В настоящее время Вообще Нет возможности Просто нет возможности Да Именно для этого Мы разрабатывали программу Хотели разработать Чтобы в любой школе Любой учитель Мог взять и провести Занятия по нашим материалам Но пока ВОЗ Как говорится Не там Школы не берут Нет 70% сделано 70% сделано Да Все упирается во время Давайте поговорим Насколько Сложным Был сезон Уходящий летний сезон Для Лиза Алерт Поисковый сезон Поисковый сезон Лесной сезон Как хотите называть Да Еще раз повторим Что основная масса Как вы их называете Потерявшихся Потерявшихся Это грибники Ягодники Люди выходящие в лес Затем Чтобы насобирать что-то Ну вот тут я поспорю Потому что Учитывая Нынешнее лето Нынешнюю погоду По сравнению С прошлым годом Который был тоже Не сказать Что очень грибной В прошлом году Было 70 заявок В этом 40 Ну вот на данный момент Там может 40 с чем-то А в 2015 году 90 Там плюс-минус Где-то Два раза практически Происходит некоторое снижение Такое получается Я думаю Что это просто Сезонное снижение Ну вот я связываю Честно говоря С тем что Очень хочется надеяться Что во-первых Люди может быть Чуть-чуть поумнее станут И в одиночку Уж не так часто ходят Берут телефон Смотрите С тех пор Как ваш отряд Стал работать Информации О потерявшихся Стало просто В прессе Больше везде То есть люди стали понимать Что это реально опасно Я надеюсь Что хотя бы Вот это работает Потому что это важно Затем Сотрудники полиции Вот хочу им Прямо благодарность Принести Потому что Они реально стали Они умеют искать Они теперь знают Как это делаться Они используют Наши методики Не используют Те же навигаторы Допустим Они используют Вас Как-то концов Лично Я имею ввиду Что иногда Они без нас В принципе Очень много Могут сделать И в общем и целом Они знают Теперь например Что нельзя Ездить вокруг леса И сигналить Чтобы потерявшка вышла Нужно стоять на месте Чтобы он не ходил За зеленой Сколько нужно сигналить Как долго стоять Как выбирать место То есть Это все прорабатывается На совместных учениях На каких-то таких встречах И это очень помогает Напомним Они в начале лета проходят Да В начале лета В июне были они Этого года Ну и плюс К тому что погода Все-таки погода нынче То есть чем погода хуже Тем потеряшек меньше Да Тем нам лучше Тоже вот интересный подход Такой И вы наверное Глядя на прогноз погоды На ближайшие дни Наверное Отдаете себе отчет Если погода будет хорошей Боже мой Работа будет Да Потому что когда Летом было Все там дожди-дожди И потом Два солнечных дня Мы понимаем Что все Тут уже можно Даже спать не ложиться Я не знаю По своему опыту Говорю что Да вот где-то мы ездили Летом Когда за грибами Довольно регулярно ездили То грибников было больше Чем грибов Мне кажется В этом плане Вам тоже повезло Да Ну они друг друга находили Ну там кто-то Ну понимаете Не в промышленном масштабе Ну не все найдены На самом деле Конечно До сих пор В некоторые районы Мы просто Не имеем Технической возможности Выехать То есть настолько Труднодоступная местность Далеко Далеко Да Просто ведь Идея в том что Ну допустим Поступает в Мурашинский район Заявка Там 170 километров С одной стороны Вроде не очень много С другой стороны Если заявка поступила Например там В воскресенье вечером Ну при всем желании Мы к понедельнику На работу не успеем вернуться Просто не Ну вот Мы не имеем возможности Поэтому мы предлагаем Что мы можем Информационно помочь Можем попробовать Собрать местное население Можем карты предоставить Наши сделанные Мы всем чем можем Но вот на данный момент Выехать у нас не получается Конечно если это Какой-то поиск Такой Дети в лесу Например Вот недавно было В Черной Холунице У нас два подростка Заблудились в лесу Причем в очень небольшом лесу Ну просто как бы стемнело Они уже решили Не идти Туда конечно мы поехали А чем в лес то пошли? За грибами Да За грибами В Черной Холунице Всегда грибы были Ну так что-то там Они немного набрались Я не в курсе Там в Черной Холунице Грибковка Вот эти места Они очень грибные Всегда считаются На детские поиски Конечно мы выезжаем На любое расстояние А на остальные Вот по возможности Подростков-то этих нашли? Нашли так Конечно Они себя вели правильно в лесу? Они очень правильно вели И когда наступила темнота Они никуда не пошли Они развели костер Переждали А потом когда мы приехали Уже на место Место входа у них было Порепетировали Как работать с сиреной И буквально Вот только мы все Собрались и отправились По задачам Они вышли на дорогу Говорят А мы сирену услышали Сирену Подробленного автомобиля? Да О ясно Сколько сейчас Александра В кировском отряде Лиза Алерт Людей Что с этим числом происходит? Не изменилось Костяк у вас Он стабильный такой Насколько мы знаем Остается Ну более-менее Да Все равно разные Там у людей ситуации У кого-то семейная Обстановка изменилась Например У кого-то там переезд У кого-то работа новая Вот один из наших Таких Скажем так Постоянных членов отряда Он сейчас переехал Из Кирова Живет в одном из районов Может помогать Только удаленно Например Это тоже Если в том районе Что случится Безусловно Я очень надеюсь Что он выйдет Белая Холуница У нас под прикрытием Белая Холуница Белая Холуница Белый Холуницкий район Может спать спокойно Да Специалист живет В чем вы сейчас нуждаетесь Отряд Имею ввиду Отряд который работает В людях Повторюсь На полностью Добровольных началах Люди Это всегда Самый ценный ресурс Что за люди нужно Люди готовые Разные Да Разные Готовы помогать Кто чем может В этом плане У нас конечно Получше стало Люди Звонят Бывают Пишут И говорят Что можно я помогу Батарейки например Принесу Да конечно Здорово Очень Батарейки Скотч бумагу Принесу Очень признательны Когда мы Звоним заявителям Родственникам потерявшихся И они Говорят Почему вы не едете Да что вы Да как вы Да как вы можете Да мы вот вам позвонили И мы бы Ну правда То есть это на душе Большой груз Когда мы не можем Ехать Просто некому ехать Получается Просто да В одном из регионов Вот у нас отряд есть Там рассказывают Такую историю Когда родственник Тоже так возмущался Говорю почему Из регионов Или из районов Из регионов Да Ну просто соседний регион Рассказывали Родственник возмущался Да почему вы не приезжаете До чего вас так мало Приехало Почему И когда его спросили А вы сколько раз Выезжали на поиск Он сказал Я не единый Зачем Ну вот Никак не можем Переломить эту тенденцию Потому что люди делятся На тех кто готов Помочь в любое время Чем может Их к сожалению Меньшинство Вот И на тех кто По какой-то причине Этого не делает Может просто информации мало Люди просто не знают И желают бы помочь Может быть Да Может быть Не знаю Работа в интернете Тоже ведь немаловажная Часть вашей деятельности Это огромный Огромный пласт работы Напомните в чем суть Тут тоже да Люди нужны Ну вот смотрите Значит можно делать репосты То есть размещать посты Чем больше людей увидят Тем больше шансов У нас Много раз случалось так Что именно по Репостам находили человека Можно распечатать ориентировки Если вы например Живете там Не знаю В той же Черной Холунице В Суне В Налинске Вы не можете принимать участие Например в поисках В другом районе Да Но если в вашем районе Кто-то пропал То распечатать ориентировки И расклеить их По своему населенному пункту Это ведь не нужно Вот никаких таких Ну просто вот сидишь ты Да на работе Или дома Есть принято Да Да Совершенно верно Увидел в интернете Скопировал Распечатал У нас наша деятельность Начиналась с того Что мы на заявку Выезжали в воружум Чтобы поклеить ориентировки Представляете То есть это конечно Мы не могли себе Каждый раз это позволить Это очень накладно Но тем не менее Когда вот получалось Это делали Насколько было бы проще Если бы в каждом районе Хотя бы 3-4 человека Было такого В принципе Не такая уж и хлопотная работа На самом деле Это огромная помощь Получить информацию Распечатать ее И развесить Потом например Что можно сделать Есть вот просто Там ну репосты Какие-то Есть специализированные группы Например Там иногда бывает Нужно найти всех дальнобойщиков Если мы знаем Что там бабушка Или подросток Где-то вот Могли уехать Куда-то на попутке На фурии И так далее Либо там специализированные группы Что там Охотники По интересам Да-да-да Что-то может пригодиться Сейчас мне очень помогают ребята Есть группа Там у них квадрокоптеры Те, кто увлекаются этим Съемками Да И они реально выезжали На несколько поисков Их помощь вообще просто неоценима Потому что с квадрокоптера Например Осмотреть какое-то поле Его намного быстрее И эффективнее Чем пройти ногами Да Совершенно верно Обзор-то какой Представляете Большой обзор Все это можно потом Посмотреть на экране Увеличить И так далее То есть вот Огромное им спасибо За это Они помогают Можно просто Научиться делать Ориентировки Например Тоже Ну вот Саму эту картинку То есть определенная схема По ней Да Есть программа Не так уж много Нужно Ну то есть Много всего У нас есть например Оборудование Которое надо где-то хранить Заряжать постоянно Там пополнять Ремонтировать И так далее Это тоже определенная Часть работы И тоже этим надо заниматься У меня например Дома сейчас Склад оборудования Скотча Бумаги И прочее Принтер стоит Очень было бы здорово Если бы это было Разнесено по разным людям Потому что если я ухожу из дома Получается что уже Не попасть Сегодня Два недоступа Это очень сложно конечно Когда оно в разных местах В разных районах Еще города Разбросано Это очень удобно бывает Сколько сейчас Людей в поиске Именно у нас в области У отряда Или слава богу Пока спокойно Ну активных поисков Нет сейчас Только те Которые не закрыты Остались С лесного сезона Человек 10 Наверное Не закрыты Но там надо понимать Что чем больше времени Прошло Тем Меньше вероятности Меньше вероятность Что благополучно Закончатся поиски Всякое бывает Недавно в Москве Нашли Гребника Который Пять дней провел В лесу При температуре Минус один В болоте Живой Живой Чудо Чудо Настоящее Поэтому Надо всегда верить Спасибо Большой успех Вам Александра Яговкина Региональный представитель Отряда Лиза Алерт Следите за информацией За анонсами Лиза Алерт Группа ВКонтакте В частности Очень информативная Есть конечно же Номер Федеральный Бесплатный 8800 754 52 То есть По любым вопросам И не только Когда кто-то потеряется А просто Чтобы помочь Может быть Принять участие В этой хорошей работе 8800 754 52 На этом завершаем Первую половину Мужского понедельника Всего доброго Вернее Не прощаемся Всего доброго Наши гости Далее у нас новости Тематические программы И уже новая тема После 12 Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok